Руслан Габасов В этот момент Руслан является руководителем комитета башкирского национального движения за рубежом. Здравствуйте, Руслан. Также я хочу добавить, что Руслан является одним из соучредителей Лиги Свободных Наций, в которую вы точно так же входите. Башкорт с башкирского языка в переводе означает главный волк, так? Да, есть такая легенда, что на те земли, где сейчас проживает башкирский народ, нас привел волк. И там, где он лег, там и башкиры остались жить. Баш с башкирского голова или главный, корт – это с общетюркского языка волк. Хотя у нас сейчас волк, конечно, с нашего языка переводится как буре. Ну, корт – это одно из слов, хоть это так же является тюркским словом, так? Почему вот два термина? Потому что вот я хотела бы сказать, что, кстати, название нашего народа, бурят, также происходит от слова тюркского слово волк, буре, и плюс айя – это божество, которое в древности, в раннем Средневековье было божество грома, бог молний, бог грома. И вот у якутов божества до сих пор называются словом айи, то есть происходит от этого слова. Вот у предков бурят был также культ айя, и таким образом это слово вошло в этноним бурят. То есть можно сказать, что так громовые волки, так, скажем, переводится. Да, но эта версия темологии, она была предложена в своё время моим отцом, и как бы вот многие не включают эту частицу айя. Вот, а мой отец говорил, что и писал в своей статье, что это необходимо с точки зрения вот лингвистики объяснять вот составные части. Вообще у нас курт, курт, да, это, так как тюрки, языковая тюркская группа, она делится на два, на два вида. Это кипчакская языковая группа и, так, вторая, агузская. Вот, именно вот с кипчакской переводится буре, волк, а с агузской курт, агузская это вот турки на сегодняшний день, крымские татары и так далее. Вот, а у нас вообще ещё до того, как организация Башкорт у нас образовалась, до этого я входил в организацию Кукбуре. Переводится тоже такая националистическая организация, я сам по себе башкирский националист, всегда им был, вот, переводится как Небесный волк. Вот, именно вот эта легенда вот эта о Небесном волке Кукбуре, который нас привёл. А как, Руслан, вы пришли к вашим взглядам? Как началась ваша деятельность? Это история. Я считаю, что самосознание человека, его, у нас есть такое понятие, оно не переводится на русский язык, рух. Рух, у каждого башкира, башкорта есть рух, это, знаете, люди по-разному объясняют значение этого слова, но это можно соединить силы духа, это то, что заставляет тебя вставать и идти защищать свою родину, язык, культуру, ну и так далее. Вот это рух, да, вот, он всегда пишется с большой буквы у нас. Вот, кстати, у украинцев это слово тоже присутствует, и когда-то у них была даже организация Рух под названием. Вот, и, наверное, рух у меня пробудился, вот именно, я всегда с детства любил историю читать, по истории у меня всегда были пятёрки, закончил исторический факультет Башкирского государственного университета. И, читая общую историю, да, скажем, российскую, мировую, постепенно-постепенно переходил к своей истории башкирской, хотя я рос в городе, в русскоязычном городе, хотя у меня родители и в совершенстве владеют языком, между собой разговаривали на своём родном языке со мной, разговаривали, старались на русском, но и так, как я ещё в русскоязычной среде рос, я русским, башкирским языком практически не владел. Я всё понимал, но не разговаривал и стеснялся, как бы, говорить, то есть это за счёт комплекс. После этого, в общем, мы в 10 лет переехали в русское село, где башкир было мало, в основном русский, культура вся русская, в школе не было башкирского языка ещё тогда, как обязательного изучения, как государство. Вот, и это всё самосознание моё, скажем, меняло, рос, скажем так, манкуртом, да? Вот. Но через историю я постепенно читал историю, всё больше и больше историей своего башкирского народа увлекался. Через него я пришёл к тем взглядам, какие я сейчас имею. Я понял, что нужно бороться за свой башкирский народ, за свой башкирский язык, культуру. Постепенно начал изучать башкирский язык, заговорил на нём. Вот. Ну, вот как-то так. Вот прогремели на всю страну, и, в принципе, мы также узнали за рубежом о протестах в Башкортостане в 2020 году. И организатором вот этого противостояния одним из организаторов были вы. Расскажите, о чём, что это были за события? Ну, вот, если продолжать предыдущий вопрос, как я пришёл, да, в башкирское национальное движение. Ну, вот, после того, как я пришёл в итоге, я сразу же... У нас на тот момент была единственная организация, это в 2011 году я пришёл такая... А до этого я как бы пожил, поездил по России, пожил, там, в Самаре жил, там, в Кировской области и так далее, в Москве пожил. Вот. Повидал, скажем так, Россию. Ну, и понял, что лучше Башкортостана ничего нету. Приехал, и как раз на тот момент была такая единственная, наверное, независимая такая националистическая организация, вот эта Кукбуре. Я в неё пришёл, вступил, через три месяца я уже стал там заместителем председателя организации. Вот. И эта организация боролась за, в том числе, не только за права и интересы башкирского народа, но и за природу Башкортостана. Вот эта эпопея с шаханами, вот от тех событий, о которых вы сейчас упомянули, это события, связанные с защитой шахана Куштау. Если так коротко ввести, что это такое. Шаханы – это горы-одиночки, бывшие коралловые рифы. Когда-то 300 миллионов лет назад на территории Башкортостана был океан, он потом исчез. Остались вот эти одиночные холмы, большие они достаточно, красивые. Они уникальные природные, скажем, заповедники. Там имеют биологическую ценность, зоологическую. Там очень много краснокнижных растений, насекомых и так далее. Ну и плюс они имеют историческое значение для нашего народа, потому что они всегда были для нашего народа священные. Возле этих гор проводились еены. Еены – это с башкирского, это сход башкир, их вождей, где на которых решались вопросы, важнейшие вопросы башкирского народа. Войны, миры, распределение земли и так далее. Но они состоят из чистейшего известняка. Они прям белые даже, вот такие белые, в общем. И когда-то в середине 20 века, в 50-х, по-моему, в 3-м году, что ли, тогда же как бы советская власть, тоталитарно вот это государство, оно не спрашивало мнения у местных жителей, там, священная гора, там, для них или не священная. Вот этих шахан их 4. 4 было. И вот этот известняк, из которого состоятся эти горы шахана-одиночки, они очень прекрасно подходят под сырье для изготовления пищевой соды. Поэтому построили завод возле одного из самых высоких этих гор-одиночек, шахан Шахтау. Недалеко от него, они все 4 расположены недалеко друг от друга, цепочкой такой, с разницей, там, может, километров 20 друг от друга. Вот, и построили завод по изготовлению соды. И за 50-х годов по вот это вот время срыли всю гору полностью, самую большую. И нацелились на другую под названием Таратау. Тоже прекраснейшая, красивая гора. Если вашим зрителям, кому интересно, забейте в гугл, посмотрите шаханы Куштау, Таратау. Очень красивые там. Юрактау еще есть у нас, да. И вот и Шахтау 4, который разработали. И, в общем, завод, руководство завода, а к тому времени завод приватизировали, к этому времени уже там, им начали владеть олигархи. К тому же там произошла очень хищническая схема по похищению этого, когда-то он был в составе, ну, под юрисдикцией республики Башкортостан, собственностью республики Башкортостан. Потом с помощью хищнического способа этот завод по производству соды, БСК соды его украли у нас, украли контрольный пакет акций. В общем, мы начали владеть олигархи, которые заявили, что мы будем разрабатывать Таратау, так как у нас сырье заканчивается. Мы им сказали, что нет, вы не будете. И началась эта эпопея с 2007 года. Шла вот эта вот защита этих гор в форме пикетов, там митингов, петиции различных. И это так, перманентно, скажем так, ни шатка, ни валка двигалось. Пока в 2018 году, к тому времени я уже ушел из Кубыры, мы организовали организацию Башкорт. Вот, достаточно стала сильная, мощная организация, которая там имела несколько тысяч членов. И пришел в 2018 году такой Ради Хабиров, сегодняшний глава нашей республики Башкортостан. Он сам родом с моего же района, с Ишимбайского, где как раз и расположены вот эти горы. И он заявил, что Таратау он не будет отдавать. Ну, такой, знаете, популистский ход сделал. Якобы это очень красивая гора, она имеет действительно историческую культурную ценность. Еще рядом с ней, говорит, похоронена там моя мама. Есть могила его матери. Поэтому он не будет отдавать эту гору в разработку. Но вместо этого он отдаст другой шахан, который не имеет никакого там значения якобы, ни культурного, ни исторического, там ничего, не такой красивый. Мы его отдадим в разработку вместо Таратау. Вместо другого, ну, вместо этого шахана. А для нас какая разница? Вот четыре пальца, да, то есть, либо отрезать указатель, либо отрезать мизинец. Разницы вообще нет. Это они для нас все одинаковые горы. Мы ему сказали, что нет, не будет ничего разрабатываться. Все, с тех пор пошло противостояние. Оно накалялось, накалялось очень быстро, потому что Хабиров, он достаточно жесткий человек. Он начал там... В итоге они запретили нашу организацию, признали ее экстремистской, потому что боялись того, что мы... Ну, мы имели действительно очень сильное влияние. У нас очень много было сторонников, членов организации. В мае 2020 года запретили организацию Башкорт. В августе начались первые попытки рубки леса на этом шахане, чтобы там производить геологические разведки, взрывные работы и так далее. Местные жители совместно с нашей организацией мы... Ну, к тому времени вся общественность Республики Башкортостан прекрасно знала об этой проблеме, потому что с 2007 года это шло. То есть, оно в информационном поле постоянно было, постоянные митинги. То есть, весь народ Республики Башкортостан знал об этой проблеме, знал о том, что несправедливо пытаются у нас отжать горы, как бы, да, и ничего взамен не предлагая. А когда-то вот этот БСК СОДА, когда он еще был в собственности Республики Башкортостан, он очень нес хорошую такую социальную нагрузку. Да, то есть, он там садики обеспечивал, школы, там дороги строил в Стритамаке. Стритамак город, где он расположен, этот завод занимал два раза, два года подряд там, как лучший город России. Ну, хорошо заботился. И вот с приходом вот этих олигархов, то есть, он вообще забросил вот эту социальную свою программу, снизил зарплаты в два раза людям там. Просто выкачивал, тупо выкачивал все из завода. Максимальная прибыль. То есть, да, вот. И об этом народ, конечно, весь Республики Башкортостан знал и так далее. Вот. И, как я говорю, что в августе начались первые попытки вырубки леса, там, попытки взрывных работ. Мы организовали лагерь, который там, скажем так, расположили прямо на этой горе. Недавние пропускали технику. В течение, в несколько раз была попытка захвата этого лагеря. Там подкупали завод. Вместе с правительством Республики Башкортостан, вместе с Радим Хабировым, объединились против нас, против народа, против защитников. Пытались подкупать гопников. Ноченько один раз напали на лагерь около 300 гопников. Молодежь в масках, там, с повязками. Их привезли на автобусах Башавтотранса, то есть государственного предприятия. Гаишники пропускали именно эти автобусы, но не пропускали машины защитников, которые ехали в это время на помощь. В общем, отбили мы ту ночную атаку, а потом они еще несколько раз. И в итоге пик противостояния начался 15 августа. В общем, там они попросили нас. Мы постоянно как бы проводили практически каждые выходные там флешмобы, да, за защиту вот этого шахана, то есть привлекая общественность. Вся общественность Республики Башкортостан, все ломы, лидеры общественного мнения были на нашей стороне. Все мы объединились вне зависимости от национальности, от религиозной принадлежности, от социальных групп. Там и богатые, и бедные, и предприниматели, и культурные деятели, и ученые. Очень много было в нашей защите, которые там говорили о том, что нельзя ни в коем случае разрабатывать, что есть альтернативные источники, о которых нужно их разрабатывать и так далее. Ну, они ничего не слушали, правительство. Вот. И как-то они на нас вышли и говорят, мол, якобы вот вы проводите каждую неделю свои флешмобы, дайте нам тоже провести. Мол, мы тоже хотим там вывести работников, своих сторонников собрать и как бы показать, что якобы вот нам нужен этот завод, а нам нужна эта гора, чтобы завод работал, чтобы там Россия не лишилась такого предприятия, у нас нас ждет банкротство, ну и так далее. Ну, как бы мы же там демократы, толерантные, ладно. И практически там вот на тот день было очень мало людей, и они там собрали там большое количество людей и просто захватили лагерь этой массой. ОМОН, там, тетушек нагнали. Хотя мы успели там кое-как собрать там каких-то сторонников. В течение целого дня мы пытались, защищали эту гору, но они ее захватили, разнесли весь лагерь, там избивали очень много, избили защитников, около 70 человек арестовали, увезли там в автозаках, там дали потом им по 15 суток там всем. Но это все попало... Меня в тот день не было в этом лагере защитников Куштала. Я там был на работе. И, ну, что хорошо, люди, которые защищали весь день этот лагерь, то есть, знаете, как там баррикады такие на дороге, эту баррикаду защищают, ее продавливают массы ОМОНа, тетушек там. Люди отступают от этой первой баррикады, переходят на вторую баррикаду, потому что, ну, заранее готовились к тому, что будет захват горы. И это шло в течение дня. Это все процесс снимали на видео, выкладывали в интернет. Все вот эти события, которые там происходили, они облетели всю Россию, весь мир практически. Как там избивали женщин, как там разрушали лагерь, все это там до такой степени как бы было жутко смотреть и с настолько больно сердцу, что просто на следующий день 10 тысяч мужчин уже ночью, уже ночью начали выезжать с разных концов республики Башкорстан в вереницы машин колоннами с разных районов. На следующее утро там нас поддержал Максим Галкин, выступил со своим заявлением в защиту Шахана этой горы, там Асати Казанова, там Шевчук, ну и так далее. Много таких известных личностей. А башкиры, которые живут диаспорами за рубежом, выступили там очень сильно, мощно, там с плакатами, с пикетами, там осадили посольство. Ну и в общем 10 тысяч мужчин приехало, собралось в 12 часов дня возле там населенного пункта, который недалеко от этого Шахана расположен, и просто пошли и голыми руками разнесли. А за ночь, за эту ночь, когда они успели захватить, то есть это они вчерашним днем захватили, и пока вот это была ночь между этим днем и следующим, они успели там все огородить колючей проволокой, поставить забор, всю ночь работали, там всех работников завода выгнали на работы на эти. Успели поставить швакбаум, в общем. Но это им ничего не помогло. Вот эти мужчины, спортсмены наши приехали, башкирские. Все, в общем, кто такие, кто был раздражен вот этими всеми событиями, приехали и, в общем, выгнали всех, разбомбили всех, захватили горы обратно. Из этих заборов составили большие баррикады, потому что нам сказали о том, что, так как мы башкирский ОМОН победили, нам сказали, что к ним на помощь идут ОМОНы из других соседних регионов, там с Татарстана, там с Челябинской области, мы начали готовиться к встречать их, большие баррикады построили. Ну, в общем, готовились к противостоянию. А оказывается, все за этим противостоянием, за этой дракой, там большая драка была, кому интересно в Ютубе, посмотрите. Наблюдали в прямом эфире в Кремле. То есть ФСБшники местные, там через квадрокоптеры все это снимали, отправляли картинку. Кстати, ФСБшники были против того, чтобы гору вот так вот отдавать, потому что они понимают, что это социальная напряженность очень сильная, вызовет у населения. И оттуда позвонили Хабиру и сказали главе республики «Езжай, договаривайся, что хочешь, то и делай, но чтобы народ успокоился». И он приехал и сказал, что гору никто не будет разрабатывать, я вам обещаю, никто не вступит сюда. Все, так мы победили. Это очень впечатляющая победа, победа общества, победа народа. И тем это удивительнее, что это произошло буквально недавно, когда уже этот тоталитарный режим практически кристаллизировался. И это показывает, насколько силен все-таки протестный потенциал. И вот именно эта солидарность народа, объединившегося, чтобы защитить священную землю свою. И в этом, мне кажется, есть отличие наших народов, коренных народов от империи. То есть у нас совершенно определенная повестка. У нас больше нет другой земли. Это наша священная земля. Мы живем здесь, наши предки жили на протяжении тысячелетий на этой земле. И мы хотим передать ее своим потомкам. Все правильно. Да, и у нас есть, то есть вот экология, да, экология, она заложена как ценность в нашем культурном коде. Поэтому, вот, например, у нас в Бурятии, да, был такой случай в начале 2000-х годов, когда Юкос хотел проложить трубу по Тункинской долине в Китай. И при этом этот маршрут шел через священную гору бурятского народа Бухонайон. И Бухонайон – это… Почему она священная гора? Потому что Бухонайон считается прародителем племени булагатов. И согласно легенде, вот когда он победил в поединке с другим божеством, он удалился на покой, нашел место в Тункинской долине и лег и превратился в эту гору. И это одна из самых наиболее почитаемых святынь. И вот я помню, что в 2002 году я летела в Москву, и мы вместе оказались рядом с одной известной ученой, это этнолог Наталья Львовна Жуковская, монголовед, будолог и этнограф, антрополог. И мы с ней знакомы, естественно, поэтому мы рядом вместе сели и беседовали всю дорогу, 6 часов. И она была в полном шоке. Она рассказывала, что на тот момент она являлась членом комиссии, членом экспертной группы в качестве этнолога. Она должна была дать экспертную оценку вот этому проекту. И она говорила, что мы всячески, как бы мы очень негативную оценку, естественно, подготовили, мы были против этого. Но она говорила о том, какими методами ЮКОС добивался того, чтобы этот проект был все-таки принят. То есть там были подкуплены местные так называемые элиты. Кто-то был подкуплен, кто-то был просто запуган. Ну, то есть очень грязные методы, она говорила просто. И она была в таком шоке. И я тогда, в принципе, в первый раз узнала даже о том, что ЮКОС, оказывается, такими делами занимается, Ходорковский. Потому что вообще у него был такой имидж, что это такая вот компания нового типа. А на самом деле достаточно грязные методы применялись для того, чтобы добиться своих целей. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. А в 2002 году, это было буквально лето 2002 года, и осенью его арестовали. И, естественно, эти планы расстроились. Вот. И потом стали ходить такие слухи, что якобы бурятские шаманы провели молебен, тайный молебен в защиту Бухонайон и против ЮКОСа. И вот такая вот народная легенда, она до сих пор ходит, что шаманы защитили, защитили вот нашу землю от этого осквернения. И вообще вот защита природы, защита вот священных мест природы, она вот одна из центральных. Вообще это глобальное явление, можно сказать, потому что мы знаем, как племена, например, в Бразилии защищают тропические леса от вырубки. Я была, например, на протестах в Стендинг-Рок, это индейская резервация, в Северной Дакоте, где был мощнейший протест, просто был лагерь палаточный, туда приезжали представители, ну, они не называют себя сейчас племена, это нации, первые нации Америки, и со всего пространства Северной Америки, и там из Мексики даже были, мексиканские индейцы, то есть отовсюду, и плюс это была, естественно, поддержка гражданского общества, то есть религиозные организации, какие-то правозащитники, вот, но независимые журналисты, потому что вот со стороны, как бы таких вот мейнстрим, да, это всё не освещалось, но, тем не менее, они смогли, как бы, вот, они смогли также отстоять, потому что там должна была бы пройти труба, вот, и таким образом они защищали воду, потому что там находится бассейн, водосборный бассейн Миссури, и если бы это прошло, то это, в принципе, отравило бы, могло бы отравить воду на огромном, огромном промежутке, на огромной территории, да. Вот, когда вы сказали о том, что очень много было подкуплено, да, то есть и чиновников ваших местных, у нас это то же самое, лоббизм, разработки вот этого шахана, он шёл прямо из самого Кремля, там были, скажем так, лоббисты очень сильные, Козак очень сильно был заинтересован, несколько раз выступал о том, что нужно отдать эту гору, Соловьёв тот же самый сегодняшний пропагандист, очень сильно выступал Мантуров, сегодняшний министр, в то время министр промышленности был, они прямо говорили, что все, кто защищает гору, там их не так много, их там горстка всего, человек 50 якобы, все там башкирские националисты, что они там подкуплены турками, ну, в таком духе, в общем, да, то есть всё это, да, это одна, один метод, один метод. Вот, и поэтому, когда, например, сегодня тот же Михаил Ходорковский начинает выступать за то, что вот, не дай бог, распадётся Россия, и вот придут к власти эти всякие ханы, а вот мы такие цивилизованные, мы должны их уговаривать, чтобы они всё-таки вот оставались в составе федерации, потому что мы несем свет, просвещение, цивилизацию, вот, ну, то есть, зная эту подоплёку, достаточно ясно видны цели таких заявлений, просто олигарх не хочет лишиться своих угодий. Да, полностью согласен. Я считаю, что сегодняшняя политика Российской империи, я её называю Российской империей, уже давным-давно достигла пика своего вот этого вот колониального владения, да, землями. Я, наверное, думаю, что дальше некуда. Дальше возможно только уже уничтожение, физическое уничтожение народа. В принципе, что сейчас уже происходит, но, конечно, не в таких масштабах, но именно вот сегодняшний показатель того, что как происходит всё это, говорит о том, что нам, коренным жителям, да, своих земель, будущее своё видится только вот через независимость, по-другому больше никак, иначе мы исчезнем. Мы башкиры, четвёртый народ по численности в Российской Федерации. У нас хоть как-то, хоть немножко остался там башкирский язык, есть башкирская школа, где как бы там до 9, до 7 класса, до 9 класса изучают, на башкирском языке приходит обучение. Численность всё-таки ещё какая-то есть. Я, и то я с ужасом осознаю, насколько как бы мы многого всего лишаемся. А что говорить о тех народах, которых ещё меньше? Единственное, ещё раз говорю, единственный выход из всего этого я вижу только в независимости. И надо понимать, что я всегда говорю, когда вот там говорят, у нас в Башкортостане там проживают и русские, и татары, и много других народов, да, многонациональная, можно сказать, республика. Вот как вы будете там все вместе договариваться, сделать национальное государство своё, потому что, как бы, Канада с другими будет считаться. Я говорю, всегда говорю, что вот мы создали свой проект, проект Башкирского национального политического центра о будущем независимом в Башкортостане. Мы, конечно, будем стараться строить политическую нацию, где все народы будут составлять одну единую нацию, да, башкирскую. Вот. Ну, как на сегодняшний пример, например, как Украина, да, смогла создать единую политическую нацию, где, вне зависимости от национальности, там и крымские татары, и русские, и грузины, и чеченцы, и сами украинцы этнические, и все вместе борются, да, за свою свободу. Вот. И мы что-то по типу этого строим, но также за то, чтобы те народы, которые проживают, они осознали, что эта земля башкир, что другой земли он... Мы обязаны на этой земле развивать, не только сохранить, но и развивать свой язык, культуру, традиции. И когда вот, допустим, как яркий пример я говорю, то, что, допустим, да, проживающий на территории республики Башкортостан татарин, если ему вдруг станет жить некомфортно на территории республики, он всегда сможет поехать в Татарстан, где он окажется в своей среде. Там будет татарский язык, там будет татарская культура, там будет... Я не имею в виду про изгнание, я говорю, он сам по желанию может уехать, допустим, да, в Татарстан, он будет в своей среде, в культурной, захотел, включил канал, там на татарском языке песни, пляски, музыка, новости. Ребенка захотел, отдал в татарский класс. Ну и так далее, да, то есть все культурные потребности, языковые потребности соблюдены в этом. Русский может уехать всегда в любую русскую губернию сегодняшнюю, он там себя будет чувствовать комфортно, он будет находиться среди своих, в своей среде. Башкирам ехать некуда. Это единственная земля, где они сохранились и могут что-то там создавать и сохранять. Поэтому мы обязаны бороться за эту землю. Она нам досталась от наших предков, которые проливали кровь, поднимали многочисленные восстания, знаменитые башкирские восстания. Сейчас перед нашими народами стоит главнейшая задача – это обретение независимости. Не могли бы вы рассказать о том, какова стратегия башкирского национального движения для достижения этой цели? Стараюсь коротко. Но вообще башкирское национальное движение, оно было всегда достаточно сильное, я считаю, одно из сильнейших национальных движений в Российской Федерации. И сегодняшние события, которые происходят в России и вокруг России, дают шанс для нашего народа стать независимым, открывают уникальное окно возможностей. Такое событие бывает очень редко. В 1991 году, к сожалению, башкиры три раза верили этому государству в том или ином виде. То есть это была пророссийская империя, а точнее Московское царство, потом Российская империя, потом большевики, потом Ельцину. Три раза подписывали договор с этим государством, пытаясь, думая о том, что возможно какие-то мирно существовать в составе этого государства, что нам дадут возможность свободно развиваться, не будут мешать нашей культуре, не будут мешать нашей политическому развитию и так далее, национальному возрождению. Но каждый раз мы наступали на одни и те же грабли, когда нам обещали все возможные блага, что нас не будут трогать, что мы будем сами хозяевами на своей земле. Проходило буквально какое-то время. Обычно отдавали обещания тогда, когда само это государство было слабым и нуждалось в нашей поддержке. Когда оно становилось сильным, они тут же забывали о своих обещаниях и нарушали в одностороннем порядке все эти договора. Последний такой договор был нарушен, когда в 1994 году подписали двухсторонний договор между Башкортостаном, федеративный договор между Башкортостаном и Российской Федерацией. Через 10 лет в 2004 году Путин отказался продлевать этот договор. И я считаю, что мы все обязательства, какие брали на себя наш народ, мы давно выполнили слегкой. Заплатили огромными тысячами, сотнями тысяч жизней наших Башкортов. Выплатили огромные деньги, огромные суммы нашими природными ресурсами, нашими людскими. Поэтому мы им ничего не должны. Мало того, я думаю, что они нам должны. И мы максимально используем вот эту возможность, которая перед нами открывается. И в этот раз не будет никаких договоров. Мы больше не будем наступать на эти грабли. Мы сперва сделаем независимость для нашей республики. Потом уже будем возможны, после того, как устоимся как государство, экономически разовьемся. Возможно, будем думать о каких-то союзах по типу Евросоюза, возможно, что-то и так далее. Пока же нам нужна только независимость. Как мы это будем достигать? Я, если честно, у нас есть проект, проект Башкирского национально-политического центра, где мы предполагаем, что будет происходить примерно так. Допустим, наступил час икс, как я его называю, революционная ситуация в Москве, сменилась власть, наступил хаос. В республике Башкортостан мы, наше национальное движение, а также вместе с нами, кто нас поддерживает из других народов, лидеры общественного мнения, какие-то правозащитники, демократически настроенные граждане соберутся, создадут временное правительство, назначат дату учрительного собрания, будут разрешены все политические партии внутри республиканские, будут запрещены все партии федеративные, которые раньше существовали, все это, единая Россия будет вообще запрещена и осуждена, коммунистическая партия будет запрещена и осуждена, мы проведем люстрацию всех сил, которые мы объявим о независимости, мы максимально, скажем так, донесем до населения через все возможные источники информации о том, что такое независимость, для чего она нужна гражданам республики Башкортостан, что она несет под собой, сколько мы потеряли, находясь в составе этой империи, потому что без этого очень сложно будет, скажем так, чтобы наши идеи поддержали, но это мы и после этого мы проведем выборы, мы собираемся, чтобы у нас была парламентская республика, собираемся делать парламентскую республику, образовывать, вот, куда пройдут все политические партии республики Башкортостан, которые прошли там 5-20% барьер, да, то есть, ну и как бы вот так, примерно, да, но я думаю, что это самое, наверное, как идеальное, наверное, да, самый идеальный вид, самый идеальный вид, какой возможен из всех, я считаю, что так не будет, скорее всего, да, то есть, прагматически думая, реально, понимая, что сейчас происходит в России, насколько народ у нас зомбирован, сколько у нас поддерживает Путина, население, вот эту войну, сколько проживает русских у нас, которые несут под собой идею вот этого русского мира, расшизма, да, сегодняшнего, помимо них также у нас есть ватники и манкурты из нашего народа, они будут составлять достаточно очень серьезную силу, и я уверен, что они попытаются вновь воссоздать российскую вот эту вот государственность, попытаются вновь залезть под Москву, я имею ввиду сейчас республиканские наши силы, вот, возможно, захватить власть, а вообще еще не факт, что сегодняшнее наше руководство во главе с Хабировым вообще сдадут просто так власть, откажутся от нее, почему, потому что, во-первых, они, во-первых, им бежать некуда, да, то есть, после того, как вспыхнет революция, соответственно, конечно же, вся эта война сегодняшняя ужасная в Украине, она будет осуждена теми силами, которые придут к власти, потому что они вынуждены будут осудить, даже если они и поддерживают эту войну, только я же уверен, что многие перекрасятся, то есть, тут же мгновенно, да, но для того, чтобы выйти из-под санкций, чтобы получить какие-то гарантии от западных сил, они будут вынуждены осудить эту войну и всех преступников, кто ее развязал и кто в ней участвовал, и вот на тот момент уже как бы все регионы дальние и близкие начнут сами по себе жить своей жизнью, кто-то поддержит, кто-то не поддержит, у кого-то там, в общем, по-разному будет складываться политическая ситуация, где-то будет произведен захват власти, где-то останутся старые силы, которые смогут захватить власть, где-то придут новые силы, вот у нас, если попытается старые силы во главе с Хабиром захватить власть, а ему делаться некуда, потому что он сегодня уже под многочисленными санкциями мировыми, мировых держав, бежать ему некуда, максимум, если только в Китае и все, он попытается через вот эти батальоны, национальные башкирские батальоны, которых он насоздавал, они попытаются, возможно, захватить власть и удержать ее с помощью тоталитарного режима, зачищая всех тех, кто не согласен с ними, возможно, там и отделясь, объявив о независимости, максимально попытаются сохранить свою власть, это как в 90-х годах, да, то есть остались у власти партийные функционеры, вот, но в этом случае тогда нас ждет гражданская война, потому что мы эту власть не собираемся, мы не собираемся нашу республику отдавать этой власти, которая давным-давно себя дискредитировала, там уже тогда мы будем биться с ними, ну, как-то так, поэтому я реально смотрю на вещи, плюс это еще не факт, что сегодняшние проправительственные вот эти вот рашистские силы не начнут походы, крестовые походы в отколовшиеся регионы с целью попытки вернуть их вновь под Москву, то есть вот эти пригожинские силы, там какие-то, да, там ЧВК всякие, ну и так далее, то есть мало того, что нужно будет отстоять свою независимость внутри республики, эту еще независимость нужно будет отстоять по отношению к внешним врагам. Вот что касается вот такой ситуации, я смотрю на современное состояние России и российского общества, и в частности русского народа, и я не вижу там сил, которые бы были достаточно могущественными, чтобы что-либо вот подобное той гражданской войне, подобное той гражданской войне, которая была, например, в начале 20 века провернуть, потому что вот будем реалистами, опять-таки, посмотрите на, во-первых, демографический состав общества, да, народа... Подождите, я хотел уточнить, вы о ком имеете в виду гражданскую войну? Это вы имеете реваншистов? Да, я имею в виду реваншистов, я имею в виду, например, вот то, что происходило, когда была война всех против всех в начале 20 века, все-таки там немножко другая была ситуация, другой был народ, состав народа был другим. Сейчас, например, когда мне говорят, что Путин и путинский режим отправляют на эту войну в Украине представителей окраин, потому что они боятся протестов в Москве и в Петербурге, мне просто становится смешно, потому что мы видели, какие там были протесты, да, там как бы женщины, женщин и старых людей, стариков избивал ОМОН, здоровые мужики стояли и снимали все это на телефоны. Вот. Я с вами согласен по поводу того, что не будет такого, как в 17-м году, да, но как историк, я помню, что, во-первых, там две идеи друг против друга воевали, то есть новые идеи коммунистов, которые действительно захватили умы многих граждан, миллионов граждан, которые встали под знамена большевиков, ну и сторонники старой идеи имперской, да, то есть вот этого империи, сейчас такого, конечно, нету, поэтому я тоже не говорю о том, что будет большая гражданская война, там, фронтами, да, то есть друг против друга, нет, конечно же, так не будет, но имеется в виду, что появится, вполне возможно, после того, как Россия рассыпется на разные регионы, отколовшись, и каждый будет вариться в собственном соку, где-то победят реваншистские силы, плюс опираясь на народ, вы, Раджан, наверное, согласны со мной, что у нас в России народ очень зомбированный, очень много ваты, и даже если родственники между собой ссорятся по-страшному, да, то есть это сейчас еще не дают говорить тем, кто против войны, а когда наступит такое время, когда можно будет говорить против войны открыто, то есть, да, и осуждать эту власть, я думаю, что там вспыхнет и до братоубийственных каких-то отношений между собой имеется в виду, да, то есть внутри общества, и в этих случаях какие-то регионы захватят именно сторонники вот этих вот прежних порядков, да, опираясь на население, где-то как бы возможно демократические силы победят, мы допустим в национальных республиках в первую очередь конечно же будем опираться на свой народ, на коренной народ, на национальное движение в первую очередь, потому что и на тех, кто примкнет к нам, потому что мы не собираемся там подавлять какие-то народы другие, изгонять кого-то, мы будем проводить демократические реформы, как бы да, обещая всем равные права, но в случае конечно же, что они признают наш народ как государство образующий, республику как национальную, как народ, который мы реализовали свое право на самоопределение вот на этом, вот, и у нас есть своя определенная сила, на которую мы опираемся, вот, но в любом случае, так как у нас русских очень много и у вас тоже очень много, и многим это не понравится, когда национальные силы придут к власти, они сразу начинают вспоминать 90-е годы, вот пришли там этнические там, да, националы к власти, там, устроили там чуть ли не сегрегацию общества, там, да, навязали нам свой язык, а таких до сих пор много, и даже вот, когда мы этот проект предложили своего будущего независимого Башкорстана, там, там и экономика, как было сказано, и там написано, что башкирский язык будет единственным языком государственным, мы, в нашем проекте башкирский язык является единственным государственным языком в республике Башкорстан, русский язык имеет статус межнационального общения, который будет в течение 30 лет иметь такой статус, сделано это почему? Потому что на сегодняшний день, к сожалению, да, из-за политики русификации башкирский язык очень сильно потерял свои свою нишу, скажем, да, то есть вся техническая литература на русском языке, вся юридическая литература на русском языке, вся медицинская литература на русском языке, то есть, да, все сферы вот эти необходимые для жизнедеятельности всей республики и всего населения, к сожалению, все это на русском языке. И для того, чтобы вырастить новое поколение, которое будет полностью обучаемо на башкирском языке, пока она переведет, пока мы переведем всю техническую литературу, всю эту юридическую и так далее, на башкирский язык, для этого необходимо время. Поэтому пока все будет на русском языке, частично на башкирском, и башкирский язык, естественно, будет повышать свой статус все сильнее и сильнее. Но язык государственный будет единственный башкирский. Мы не собираемся, скажем так, совершать ошибку белорусов, когда они признали русский язык вторым государственным, и к чему это привело, что сегодня 90 с лишним процентов белорусов не владеет своим родным языком. Казахстан, мне нравится, как сделали в Казахстане. Казахстан, когда отделялся, на момент отделения их было 39% в республике, как примерно сейчас башкир, у нас 35%. Но они постепенно, то есть они сделали русский язык языком межнационального общения, единственный язык государственный казахский сделали, и постепенно, постепенно проводя казахизацию, на сегодняшний момент я знаю, что у них там и численность выросла очень сильно, и язык практически везде давлеет, хотя русские, к сожалению, до сих пор имеют свое влияние очень сильное там. Но, в общем, вот так вот. Так что мы опираемся на национальные силы, конечно, в национальных республиках. А как будет там дальше, это их проблемы. И даже когда нам пытаются там, знаете, надавить на жалость, вот вы отделитесь там, вот вы мощные, сильные республики, экономически сильные, как будут справляться там другие регионы, у которых нету там социального, такого промышленного потенциала, природных ресурсов. Вот они бедные, то есть они сегодня дотационные, как они смогут жить? А вообще плевать, как они смогут жить. Вот нам какая разница от этого? Как они будут жить там, что они будут кушать? Это их проблемы. Нас, почему мы обязаны кормить кого-то? Пусть объединяются, значит, каждый будет искать возможность, как выжить. Значит, какие-то регионы там, Тульская, Орловская, там будут пытаться объединяться в какую-то более большую там республику, и уже совместно как-то там, да, экономически это отстаивать себя. Ну, как-то так. Да, безусловно, нужно быть готовыми. Я вот по поводу прошлого пункта нашего разговора. Нужно надеяться на лучшее развитие событий, но готовиться к лучшему сценарию, чтобы быть готовыми во всеоружии, встретить новые испытания, новое время. У вас хороший есть союзник, это Монголия, да, которая рядом, в принципе. Я думаю, что вы будете воспользоваться этим. Я вам просто очень сильно рекомендую воспользоваться обязательно этим союзником, потому что ситуация, когда у вас тоже не большинство в республике, и ваши земли разделены на три региона, и это очень сложная ситуация будет. Поэтому даже если монгольское государство введет свои какие-то миротворческие силы в вашу республику, чтобы, не дай бог, там, да, не произошло, там, какая-то гражданская война, там, да, кровопролитие и так далее, чтобы реваншистские силы не захватили, не началось межнациональные конфликты, то есть было бы хорошо, если бы у вас вошли миротворческие и монгольские силы, на которые вы бы опирались и проводили бы свои демократические реформы. Мы надеемся так на свои тюркских братьев, Казахстан, которые рядом с нами, ну и другие тюркские республики. Да, это очень ценное соображение, необходимо об этом думать, о том, как обезопасить свой народ. Вот. И также, вот, что касается языка, мне так же понравилось, понравилось вот это рассуждение о том, что, например, если брать бурятский язык, да, у нас тоже очень-очень непростая ситуация, и ее необходимо просто спасать, язык необходимо спасать, для этого необходимы чрезвычайные меры. И я думаю, объявление бурятского языка единственным государственным языком, а русского языка языком межнационального общения, вот это будет вот одно из таких средств спасения языка. И я вот в этом совершенно согласна также с вами. Сейчас я просто хотела бы вас поблагодарить от всего сердца за этот разговор, очень важный разговор. Я надеюсь, что мы продолжим общение и сможем, например, обсуждать какие-то события текущие, важные в будущем. И я желаю успехов вашему национальному движению, я желаю нам успеха, как членам Лиги Свободных Наций, чтобы мы в будущем смогли развивать добрососедские мирные и мирные отношения друг с другом. Спасибо большое, Раджана. Я хочу выразить также благодарность за то, что вы пригласили. Надеюсь, что будете еще приглашать, будем общаться. Потому что много-много не сказали, еще много идей и различных соображений, о которых надо проговаривать, надо перенимать опыт друг у друга, нашего нациостроительства и наших идей, которые мы, скажем, сейчас двигаем в массы. Ну и, конечно же, я желаю бурятскому народу скорейшей независимости, без каких-либо кровопролитий и войн, чтобы все прошло, все очень культурно, цивилизованно. Ну и видеть независимую, процветающую республику Бурятия и обменяться послами, посольствами. Будем общаться экономически и политически, и дружественно дружить друг с другом. Спасибо. Спасибо. До свидания. До новых встреч.